Массовое отравление в Хмельницкой области. 60 пострадавших. Среди них большинство маленькие дети. ЧП случилось в детсаду города Нетишин. Возбудитель сальмонелла. И подобные новости появляются с незавидной регулярностью. В Украине эпидемия массовых отравлений. Школы, детские сады, уличные фастфуды и кафе. Попасть в больницу после перекуса может любой. Почему обед у нас стал лотереей? Фируза Бегматова решила изучить кухню гастробизнеса изнутри. И для этого даже открыла виртуальный ресторан с вполне реальным персоналом. О неприглядных реалиях украинского общепита смотрите далее. Мы решили открыть ресторан. Здравствуйте. Присаживайтесь. И набрать к себе в команду поваров. Наши два государства мы кормили. И приезжали спикеры скандинавских стран. Они расскажут о хитростях. Нужно будет ответить на вопросы, как сэкономить. И поделятся опытом. Эти тараканы сыпались с потолка просто. Ты открываешь микроволновку, там их 10. Захожу, этот стол этого хлеба за тараканами не было видно. Цель нашего эксперимента – показать невкусную сторону украинского общепита. На что идут рестораторы, выведы ради. И на что закрывают глаза из оленей. Результат – тысяча отравлений. Тараканы, крысы и антисанитария. Гастрономическая реальность многих ресторанов, украинских и не только. Мы отправились в заведение на главной площади Брюсселя. Менеджер признается, у них на кухне тоже бывает всякое. Потому что здесь, в центре, все дома очень старые, деревянные. И понятно, что мыши есть. Такова реальность. Также объясняют проблему и в Киеве. Такое есть, это нереально, потому что мы находимся в общежитии. Вот только в Бельгии владельцев ресторанов и бестрок чистоте приучают с помощью проверок. Хозяева из-за отсутствия паразитов следят и общую чистоту контролируют. Ревизии регулярные, но для персонала всегда неожиданные. Но даже если инспектор увидит мышь, штрафа можно избежать. Должна быть компания, которая их выводит. Нужно показать контракт, в котором указано, что они приезжают, например, каждую неделю. Подобные договоры должны быть у владельцев гастробизнеса и в Украине. Вот наличие бумажного договора у нас не всегда свидетельствует о реальных действиях владельцев. Договор есть? Договор есть. Все потому, что контроль условный. Да и наказание за нарушение не страшное. К примеру, сумма штрафа в Бельгии стартует от 200 евро и достигает 40 тысяч. В Украине гуманнее. Коливается от 8 тысяч гривен до 200 тысяч гривен. Но выписывать штрафы в Европе не спешат. Если ресторатор попался впервые, его могут отправить на тренинг по безопасности пищи. В Украине отправляют на работу над ошибками. Как в ответственном субъекте, все выполнено. Но почему тогда у нас люди жалуются на антисанитарию и массово попадают в больницы с отравлениями? Так, заходим. Ну, на первый взгляд, вроде бы так, все чистенько, обрано. Это Евгений, специалист по дезинсекции. Попросту говоря, человек, который уничтожает паразитов. Мы его привели в одну из типичных столовок на предприятии. Все реально чисто. Все очень чисто. Вопросов нет. Но он знает места, которые покажут реальную картину. Ну, вот где-то отсюда мы можем и начинать. Первое – умывальник. То есть вот эти вот места, где они перемещаются. Им нужна влага. А еще они очень любят хлебные места. Вот он, таракан. Живой, настоящий. Самое первое место, где можно подходить и смотреть. Это двигатель. Двигатели всегда в холодильнике тепло. Есть вода для того, чтобы они жили здесь. Еще моменты. Через вентиляцию могут тараканы попадать в помещение. Резетки. Они еще очень любят жить в резетках внутри. То есть так вроде бы ничего не видно. Все хорошо. Раскрутил резетку, они там сидят. Но самое страшное, что тараканы могут быть причиной отравлений. Тараканы адаптируются. Адаптируются к тем ядам, которые сейчас есть у нас на рынке. Раз в полгода ты меняешь препараты. А чтобы их вывезти, нужна профессиональная помощь. И, конечно, желание владельца общепита. В этой столовой, похоже, с тараканами мирно уживаются уже давно. Хотя проверка тут явно не помешала бы. Впрочем, сами работники ресторанов, которые пришли к нам на экспериментальное собеседование, говорят, инспекции очень часто фиктивные. Вы были поваром проверки от государственных служб? Государственных служб? В принципе, да, была. До меня она сильно не доходила. Почему не доходила? Они просто договаривались как-то с руководством? До кухни они не успевали доходить. Вот такое, да. Хоп, увидели все, спохватились, накинулись на них, как мухи быстренько. Раз-раз-раз посчитали и все. Рецепт дружбы с ревизорами за деньги хорошо знаком украинским рестораторам. У бельгийцев не проходит. Порешать нельзя, потому что вы имеете дело с госструктурой. В Бельгии невозможно найти решение с помощью денег, когда речь идет о госоргане. Если что-то не так, нужно исправить ситуацию. Почему? Потому что это ментальность бельгийцев. В честности, чистота в ведении бизнеса. Похоже, это тот ингредиент, которого не хватает в украинском меню. Ведь порешать все через кума и добавить немного купленной липы – традиционное блюдо украинской бизнес-кухни. А с санитарными книжками? Санитарные книжки в основном в ресторанах покупаются. Все очень просто. Ты взял 150 гривен, дал то ли директору, то ли администратору, тебе подарили эту книжку. Санитарные книжки давно превратились в настоящую фикцию. А значит, обед в ресторане повар может вам приправить палочкой коха. Но в этом году проблемой липовых справок наконец-то занялись. И с сентября даже ввели систему электронной базы медосмотров, которая должна сделать невозможной подделку справок. Но изменилось ли что-то сейчас, звоню по одному из десятков объявлений в интернете. Мы набираем новый персонал поваров. Хотели бы взять им заказать книжки. Похоже, эффективный бизнес на справках у нас пока процветает. Ведь если есть спрос, есть предложение, а значит и массовые отравления неизбежны, пока в украинском общепите будут подавать винегрет из липы, денег и халатности. Фируза Бегматова, Елена Абрамович, Евгений Каминский, Сергей Коваль. Подробности недели телеканал Интер.